Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! 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 Итальянец, но он живет в Нью-Йорке. Это пьеса, которая посвящена Теннесси Уильямсу и Анне Маньяне. Это как бы продолжение той моей темы, которую я в ленте на культуре в фильме о Вале Гафте попытался с его судьбой связать, с этим одиночеством и с этим величайшим последним артистом. Должен с радостью сказать, он мне вчера подтвердил, что он хочет, и я ему сказал, что он будет с нами репетировать и что мы обязательно выпустим. Потому что, поверьте, это счастье с ним нам. Он вас любит, поэтому он как бы наш член коллектива. А теперь его просто после лета, после болезни жуткой, он сейчас в Швейцарии всё равно, лечится и говорит, как только приеду, я прошу сообщить, вас поздравить с началом сезона, что он обязательно будет вместе с нами. И итальянская пьеса у нас не хватает. А может быть, я об этом думал, но не знал, что. Это своеобразная и такая пиранделловская тема, называется «Утешитель вдов». Она удивительно смешная. Вот летом я её сочинял. Так же, как летом сочинил и с того варианта, который у Александра про артистку и про великого Теннесси Уильямса. Я думаю, что это мы должны знать и обязательно сделать. Это второе. Третье. Я для нас специально, для театра, набрал курс. Это ребята из разных городов. Я туда успел съездить, отобрать. И вот они все приехали. Я их увидел. Замечательно. И я хочу, чтобы и Дима Бозин в том же числе был в том педагогическом коллективе, который будет с ними заниматься вместе со мной. Так что, 25, ребят. 25. Даже я ошалел, потому что они настолько чисты и прекрасны, что это для меня какая-то радость. Но это спицы. А я отказался от курса в ГИТСе. Уже было всё объявлено и в интернете, и в интернете, и в интернете. И я не жалею, потому что те ребята, которые вот пришли так, когда к ним едешь в эти города, они приходят. И когда им даёшь задание, и нет никакой в этом подставы, глупости, ничего. А просто потрясающие 20-летние, 18-летние ребята, которые хотят и любят театр. Вот я с ними встречаюсь на днях, потом я их приведу сюда. И вы все с ними встретитесь. Господи, столько планов, но хорошо. Поздравляю вас, мальчан, сезон. Спасибо. Вы помните, вы вот здесь сказали, простите. Я не могу это напомнить. Вот это место, вот где вы сели, да? Поверьте мне. Это место энергетически святое. Это на что и рассчитывал Мельников. Вот здесь, я помню, тут был такой розыгрыш. Им не удавалось меня разыграть ни разу. Они за мной ездили по городам бесполезно. И вот на этом месте. Они разыграли, что из Тибета приехали, значит, вот эти верующие буддисты, не буддисты, но шаманы, колдуны. И вот, а я снимал здесь, мы всегда снимали тот 180, я снял лент, который назывался «Поэтический театр Романа Виктюка». И вот очередной я снимаю ленту, прибегает дежурный и говорит, ой, там пришли какие-то в таких одеждах странные. Они тибетцы. Они говорят, что они о вас знают, слышите меня, знают, что это место святое, и вы охраняете это место. Приходят в этих длинных этих, говорят, начали все это делать. Да я думаю, боже, меня знают тибетцы. Какое счастье, да? И тут камеры, мои же камеры, которые снимали меня на сцене, они здесь как будто, ну, нормально, все. И когда они дошли до места, вот я здесь стоял, как вы, и они говорят, стойте, там, это переводчик там переводит, и говорит, потому что вот сейчас мы видим, как вас пронизывает вечность, и вы светитесь. Я дебил говорю, я это знаю. И говорю, вот видите, дайте крупный план, я говорю, кто-нибудь зафиксируйте свет этих глаз. Это все правда. Наехали на меня, и потом, когда я видел, правда, что-то было светящееся. Так вот, это тоже место, только не из... Да, но я расскажу быстро. И они ушли. Вдруг звонят из милиции. И говорят, что их забрали, потому что у них никаких документов. Роман Григорьевич, идите их спасайте. Вот здесь, значит, милиция, я никогда не был в милиции. Я говорю, я никуда не пойду. Я говорю, как можно люди приехали оттуда, святые, кто их забрал? Кричу в трубку, всеми словами, они говорят спокойно. Если вы хотите, чтобы они вышли, придите. Я прихожу. Я говорю, у кого машина более приличная тут стоит, чтобы та милиция сразу ошалела и подумала, что я хороший человек. Приехали. А в это время по городу, ну, вот такие большие были мои фотографии. Мы играли где-то в центре. Такие, ну, правда, хорошо было сделано. И напротив милиции, нарочно, это стояло. Я вхожу. Значит, дежурник говорит, ваша фамилия? Я говорю, вы же меня вызывали. Ваша фамилия? Я говорю, паспорт. Я говорю, у меня нет. Как у вас нет? Я говорю, дайте мне начальника вашей милиции, я сейчас ему позвоню. Короче, меня пропустили. Я иду, сидят какие-то проститутки, которые сразу делают. Мама, только не делать ни направо, ни налево, потому что еще мне пришьют. Значит, я иду. Вот такая дверь. За дверью, за решеткой сидят все три тибетца. Замок на этих дверях. Я говорю, я туда не зайду. Сидит дежурный милиционер. Говорит, разговаривать вам с ними нежелательно. Я говорю, я и не буду, я и не собираюсь. Вдруг. Он говорит, ой, меня срочно вызывают. Пришел другой какой-то. Значит, и опять мы продолжаем, и все. Они милые. И показывают, чтобы я ключ их открыть. Я говорю, у меня нет ключа. Нет ключа. Приходит второй. Сережа называется. И вот он сидит. Я с ними два слова. И этот Сережа падает в обморок. Мертвый. Раз. Раз. Я говорю, люди. Люди. Никто не идет. Вдруг приходит капитан или майор какой-то. Говорит, это что вы сделали? Вы его убили? Ну, на полном серьезе. То он держит пистолет. И говорит, вы должны все рассказать. Я говорю, отстаньте от меня. Что вы выпустите этих людей? Нет. Нет. Сейчас мы будем писать протокол. Приходит какой-то полковник. Значит, этот, который второй капитан, так же точно падает мертвым. А эти просят эти ключи. Ну, и тут я орал никогда. Вот тут уже, когда они выскочили и кричали розыгрыш. И мой розыгрыш почему был самый хороший? Что я был добрым. Что я не орал, не матюкался, как остальные девки, где их там, да, подлавливали. И вот как дали вот этот крупный план. И я такой, святой-святой стою. Так вот вы сейчас на этом месте. Но это не розыгрыш, на самом деле. Прослушали программу розыгрыш. Понимаешь? Это не розыгрыш. Нам, правда, хочется в этом году. И мы начнем уже ремонтировать театр. Сергей Александрович, ну только простите, к чему я вёл. Вы на этом месте сказали, что вы понимаете, что если это здание будет живым и мельниковским, мы войдём в историю. Это правда. Это вы говорили. Это правда. Это здание входит в сто памятников архитектуры мировых, которые находятся в списке ЮНЕСКО. И вы знаете, что все туристы, приезжающие в Москву, хотят его посмотреть. Потому что это, наверное, одно из единственных сохранившихся зданий мельников. Конструктивизма, конечно. Конструктивизма. Оно совсем не изменилось. Поэтому наша задача его не только восстановить, но и отреставрировать. И я надеюсь, что года через два уже здесь... Да-да, два-два-два. Говорите, два. Вы слышали все? Нет, я и говорю, что два. Поэтому я надеюсь, что через два года театр вернётся на свою постоянную сцену. Попуху. Будет играть здесь. Сейчас мы пока предоставим две возможности это играть. Я правильно понимаю, в театре «Ромэн». Да. Цыганский театр с удовольствием воспринимает. И в театре «Модерн». Совершенно верно. Также мы выделяем для театра офисное помещение на Ленинградке, где у нас находится Москонцерт. Так что мне кажется, что театр теперь не без... Даже как не знаю сказать... Нет, у нас было место. Да, на выселках. Сейчас есть целых три места. И начинается ремонт. Я хочу вас всех, друзья, поздравить с этим. Пожелать вам и нам терпения. Через два года, я надеюсь, вы сюда въедете уже как в свой дом. Спасибо вам. Вы знаете... Сергей Александрович. Значит, да, когда я об этом говорил на «Эхо», а потом говорил по телевидению. Это был первый канал. И когда я дошел до того места, я говорю, вот через два года уже будет открыто. Значит, тот, кто вел, говорит, а вы думаете, что вы будете на открытии? Я говорю, я дотяну, зараза, нарочно. Не дождетесь. У нас как раз по поводу ремонта двухлетнего есть представитель Московного наследия Сергей Балясников. Вот сидит. Сейчас только я докончу. Так и вот последний. Я уже вижу, поверьте, это правда, ту мизансцену, что уже стоит духовой оркестр. Вы разрезаете эту ленточку, оркестр играет марш, и мы входим. Я это не только вижу, а уже и слышу. Я директор казенного государственного учреждения Мосреставрации, который будет непосредственно проводить здесь, следить, как будет проводиться ремонт-рестрационная работа. Ну, сами видите, прохладненько, так все в курточках, не совсем удобно. Сергей Александрович, как бы, говорит, тоже немножко знобит. На самом деле, как бы, уникальный памятник. Нам приятно, что, как бы, мы являемся непосредственными заказчиками. Тендер был проведен, слава богу, он состоялся. Есть уже, как бы, победитель тендера. На днях, буквально, как бы, завтра-послезавтра сюда заезжает уже площадка. То есть, будет выбрано, как бы, где будет стоять вагончик, стоять на площадке, колеса. И потихонечку, соблюдая все формальности правовой и все прочее, мы начнем реставрацию. Ну, вот здесь говорили по поводу двух лет, как бы, ну, согласно контракту, я могу порадовать. Он говорит, так, у нас получается 3,65 дней. Тихо! Нет, что оборудование, мы же еще должны оборудовать. Это именно реставрация, это именно реставрация. Я хочу вас предупредить, да. Вы серьезно говорите? Да. Ну, там все оборудование было. Повторите еще раз. Я уже повторил. Нет, еще раз скажите. В камеру, в камеру. В камеру, да. Все. Вот, не хотите быть артистом. Да, ну, я учусь. Правильно. Поэтому, как бы, работа будет масштабная, глобальная. То есть, как бы, я думаю, что мы этот памятник, он будет так приведем, как мы говорим, в порядок. Особенно, касается фасада. Фасад будет, основной облик фасада будет. Где-то, соответствует в 20-м, 30-м году на прошлом столетии. И, само собой, будет здесь полностью техническое переоружение. То есть, я думаю, что артистам будет приятно после окончания ремонтурационных работ, когда будут установлены новые сценические оборудования, как бы, здесь, как бы, работать, как бы, и доставлять радость москвичам и гостям столицы. Начнем, доведем... То есть, реставрация, о которой так долго говорили. Начинается. Это ты Ленина цитируешь. Ну, а кого же, конечно. Спасибо. Спасибо. Можно? Ну, конечно. Я хотела бы сказать два слова. У нас произошла небольшая замена команды, которая будет теперь трудиться с нами. Хотела бы вам представить этих людей. Это зам. директора по всем вопросам Муртуз Манилов. Прошу любить и жаловать. Зам. директора по финансово-экономическим преступлениям Татьяна. Наш пресс-аташи Анастасия. И наш прекрасный специалист по кадрам Анна. В общем, как я понимаю, вы все услышали, поняли. Работы у нас будет много. Работы у нас будет много интересной. Плюс мы с Романом Григорьевичем, он не сказал, запланировали замечательные зимние ночи, так называемые. Мы будем играть иногда ночью спектакли. Это такая новая история. Гастролей будет очень много. Спектаклей будет тоже очень много. Я думаю, вообще будет много новой интересной работы. Поэтому все с нами. И заканчивая словами Ленина, не сворачивай, так победим. Ну что, как говорили, я все-таки студентка школы-студии МХАТ, выпускница. Я никогда это не забуду. Мне всегда это приносило очень много удачи. Вениамин Захарович Радамыслинский всегда в начале сезона говорил замечательную фразу. По коням. И я думаю, с этим победим. По коням, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.